Начало учений Христа. Урок первый. Покаяние от мёртвых дел. Увидение. Я прочитаю из книги Евреям, 6 главы, с 1 по 3 стихи. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству. И не станем снова полагать основания обращению от мёртвых дел и вере в Бога. И в греческом написано, что это учения, полагающие основания. Вот почему ранняя церковь обучала этому людей в первую очередь, так как это были базовые учения Иисуса Христа. Слово начатки – это греческое архи, то есть начало, основание, происхождение, первопричина, основа. С этого слова начинается мироздание. Книга Бытие, 1 глава, 1 стих. В начале, это как раз слово архи, сотворил Бог небо и землю. Слово архи имеет отношение не только к началу как к последовательности, но и к началу как отправной точки. Это и есть отправные точки для всех остальных учений христианства. То, с чего все берет начало и благодаря чему продолжает строиться дальше. Каждому христианину важно утвердиться в этих учениях и быть способным научить этому других. Первое из этих учений – обращение от мертвых дел. Слово обращение – это метания, что переводится перемена мыслей, раскаяния и покаяния. Это изменение намерений, действий и направления жизни человека. Это разворот на 180 градусов. Настоящее библейское покаяние – это полное изменение своих намерений и действий, чтобы больше не делать греха. От Луки, 3 глава, 3 стих. «И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение, покаяние, метания, для прощения грехов». Иоанн Креститель говорил о том, что прощение грехов происходит именно после покаяния, метания, а не просто после того, когда человек произнес слово «каюсь» или «исповедую». И давайте прочитаем еще с 5 стиха. «Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев и идущих к нему креститься, сказал им «По рождение Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойный плод покаяния». Слово «покаяние» здесь «метания». Люди отовсюду приходили и исповедовались перед Иоанном. Но он видел, что у некоторых из них это была лишь форма, религиозный ритуал, продиктованный страхом. Иоанн сказал таким людям, Матфея 3 глава 8 стих «Сотворите же плод, достойный покаяния». Это дословный перевод. Я еще раз процитирую. «Сотворите же плод, достойный вашего покаяния». То есть «докажите свое покаяние, сотворив соответствующий плод». Ваше покаяние должно быть видно. Другими словами, если нет плода, значит не было и настоящего покаяния. Если не было настоящего покаяния, значит и не было настоящего прощения этого греха. Формальное покаяние на словах, а не на деле, не засчитывается. Грех остается на таком человеке, а значит наказание за этот грех не отменяется. Давайте посмотрим другой случай. Это покаяние Закхея. И обратите внимание, какой плод оно принесло. Я читаю Евангелие от Луки, 19 глава, с 5 по 8 стихи. «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, встав, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я раздам нищим, и если кого, чем обидел, воздам четверо». Вот плоды покаяния Закхея. Теперь давайте посмотрим на покаяние Саула. 1 царств, 15 глава, с 24 стиха. «И сказал Саул Самуилу, Сагрешил я, и вопреступил повеление Господа и слово твое. Но я боялся народа и послушал голоса их. Теперь же сними с меня грех мой, и воротись со мной, чтобы я поклонился Господу». 30 стих. «И сказал Саул, Я согрешил, но почти меня перед старейшинами народа моего и перед Израилем, и воротись со мной, и я поклонюсь Господу Богу твоему». Очень интересно. Здесь уже Саул называет Господа Бога твоего, а не моего. Посмотрите на это покаяние. Саул формально признал свою ошибку. Саул оправдывался и перенес свою вину на других. В этой ситуации Саула больше волновала его репутация в глазах людей, а не то, что он нарушил повеление Господа. Давайте еще посмотрим на одно покаяние. Иуда Искариот также раскаялся в своем грехе. Но это не было истинное покаяние, метание. Я буду читать Евангелие от Матфея, 27 главу, 3 стих. «Тогда Иуда, предавший его, увидел, что он осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 серебряников перед священником и старейшином». С одной стороны, кажется, что Иуда раскаялся. Но в этом месте Писания стоит слово «метамелуме». То есть это сожаление о случившемся. Это не покаяние, мытание, которое освобождает от последствий за совершенные грехи. Это не то покаяние, когда человек полностью меняет свое мировоззрение. Это формальное сожаление. Далее мы читаем Матфея, 27 глава, 5 стих. «И бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился». Если после совершения греха человек не пришел к истинному покаянию и не принес соответствующий плод, то это не является библейским покаянием. Такой человек не освобождается от наказания и последствий за сделанный грех. Однако, с другой стороны, если человек покаялся по-настоящему, то он будет и прощен по-настоящему и будет избавлен от последствия за этот грех. Вопрос. Почему люди каются, а затем снова грешат? Потому что возмездие за грех приходит не сразу. Слава Богу, что он проявляет к людям благодать и долготерпение. Он дает людям время для того, чтобы люди покаялись и изменились. Однако, люди часто воспринимают долготерпение Бога как повод, чтобы продолжать жить в грехе. Но эта «возможность» закончится в определенный момент. И тогда наступит наказание. Давайте прочитаем что-то важное на эту тему из послания к римлянам, 2 глава, с 4 по 6 стихи. «Или пренебрегаешь богатство благодати, кротости и долготерпение Божие, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию». Обратите внимание, почему Бог долготерпит. Он ведет человека к покаянию. Читаю дальше. «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, которое воздаст каждому по делам его». Как мы видим, человек или покается, или по упорству своему дождется возмездие за грех. Человек сам будет виновен в том, что не воспользовался данным ему временем для покаяния. Как мы видим, долготерпение Бога – это не позволение жить в грехе, это время, отведенное человеку, чтобы он покаялся. При этом время долготерпения для каждого человека индивидуально. Нельзя смотреть на других и оправдывать свои греховные поступки. Никто не знает того дня, когда придет возмездие. А сейчас давайте поговорим о последствиях греха. Мы всегда должны помнить, что христиане не освобождаются от ответственности за соделанные ими грехи. В Библии говорится о последствиях. Вот несколько примеров. Непрощение может привести к лишению благословений. Матфея, 18 глава, 34 стих. «И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему согрешение его». Еще один пример. Все, что человек делает другим, это же возвратиться и к нему. Матфея, 7 глава, 2 стих. «Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую мерой мерите, такую будет отмерено и вам». Еще один пример. Человек, противящийся власти, навлечет на себя суд. Римлянам, 13 глава, 2 стих. «Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждению». Еще один пример. Немощные и больные те люди, которые не рассуждают о теле Господа. 1 Коринфянам, 11 глава, 29 стих. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирают». И так далее. Как мы видим, грех – это одна из главных причин, почему христиане продолжают страдать, болеть и умирают раньше времени. Недостаточно иметь сожаление о грехе или исповедание греха. Необходимо покаяние, мытание, которое выражается в оставлении греха, изменении мышления и перемене образа жизни. Что же такое мертвые дела, от которых нужно покаяться? Есть дела праведные и есть дела, достойные смерти, в которых человек должен раскаяться и немедленно их оставить. Сейчас я буду читать из послания римлянам, с первой главы, с 28 стиха. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог приуратному уму делать непотребство, так, что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены завистью, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Дела, достойные смерти, также названы делами плоти, из-за которых поступающие так не наследуют царство Божьего. Я зачитаю примеры из послания Галатам с 5 главы, с 19 по 21 стихи. Дела плоти известны. Они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, то есть предупреждаю, как и прежде предварял, что поступающие так царство Божьего не наследуют. Еще одно место, последнее, 1 Коринфянам 6 глава, с 8 по 10 стих. Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом убратьев, или не знаете, что неправедные царство Божьего не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божьего не наследует. Друзья, это очень важный список, по которому не только мы себя проверяем, но проверяют нас другие люди, и самое главное, нас проверяют небеса. Апостол Павел писал эти послания именно церквям, а не неверующим, и предупреждал, что человек, делающий хоть одно из таких дел, царство Божьего не наследует. Наши дела являются очень важным фактором, на который Иисус обращает внимание. Он знает все, что мы делаем. Книга Откровения, 2 глава, с 1 по 2 стихи. Ангелу Ефесской церкви напиши. Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников, «Знаю дела твои». Сегодня Иисус также может сказать каждому человеку, «Я знаю твои дела». Итак, покаяние от мертвых дел не заключается в слове «каюсь» или «исповедуюсь». Оно заключается в перемене мышления и образе жизни, так, чтобы не грешить, но жить праведно. И свидетельством такого правильного покаяния будут соответствующие плоды. Римлянам 6.19 «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». И мы говорим на это Аминь. Конец первого урока. Субтитры создавал DimaTorzok